Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Так и не дождались. Придется ли жителям села Первомайское проститься с деньгами, отданными за проект газопровода? Возобновили прием чистых больных. В главном ковидном госпитале «Край» заработало отделение неврологии. Ему исполнилось бы 80. На Алтае вспоминает актера Валерия Золотухина. На Алтае выявили рекордное количество заболевших коронавирусом за последние месяцы. 119 человек получили за сутки положительные результаты на COVID-19. Последний раз такое мы наблюдали в марте. По статистике, за последнюю неделю видно, что рост неминуем. Каждый день выявляют все больше инфицированных. На сегодня в ковидных госпиталях «Край» находится 1179 человек. Таким образом, за год пандемии, по официальным данным, инфекцией переболели 53 тысячи жителей «Край». Более 240 тысяч человек прошли полный курс вакцинации. Алтайский край пока не стал регионом с обязательной вакцинацией. Однако каждый день этот список пополняют новую территорию. Сейчас их уже 15. Перед работодателями стоит цель – в короткие строки привить минимум 60% сотрудников. В противном случае компаниям грозят крупные штрафы. Уголовное дело против Ирины Долговой отправили в суд. Речь идет о коррупции при покупке лекарственных средств, которые обвиняют экземпреда правительства края. По версии следствия, в 2018 году, по указанию Долговой, предприятие аптеки Алтая закупило лекарства с истекающим сроком годности на сумму около 1 миллиона рублей. Препараты приобретались у организации, которой руководил знакомый обвиняемый. В дальнейшем почти просроченные лекарства уценили и продали за смешные суммы – от 10 копеек до 10 рублей. Также, возможно, в жизни Долговой был еще один криминальный эпизод. Экс-чиновница включила своего знакомого в реестр граждан, имеющих право на бесплатное лекарственное обеспечение за счет средств краевого бюджета. В итоге, в ущерб другим льготникам, знакомый Ирина Долговой незаконно получил препараты на сумму более 200 тысяч рублей. Добавим, что уголовное дело направлено в железнодорожные районы суд Барнаула. Тем временем, в главном ковидном госпитале края, 5-й Барнаульской горбольницы, возобновили прием некоронавирусных больных в неврологическом отделении. Полторы недели там принимают острых пациентов, и отделение уже заполнено. Подробности далее. Возвращение в гражданскую эру. Спустя долгое время в главном ковидарии края открыли чисто неврологическое отделение. За полторы недели заполнены все 45 коек. Сейчас здесь преимущественно пожилые. 30% это пациенты с нарушением ритма сердца, фибрилляции предсердия, которые не получают неадекватную терапию на амбулаторном терапии, либо самостоятельно отменяют препараты. Пациенты, которые с наличием тромбов, ну это около, таких пациентов немного, ну около 2, может быть, процентов. Оба осложнения в перспективе ишемический инсульт. Так что УЗИ проходят все. Здесь, подчеркивают медики, все необходимое для диагностики, лечения, реабилитации. Долгие месяцы неврология располагалась в 11-й горбольнице, но именно в родных стенах врачи могут работать на полную мощность. За руки меня сильно сплотите, сильно-сильно сжимаете. Сопротивляемся. Молодец. Получше стало инсульт, сказали. Головные боли сильные. Вся левая сторона, а не левая. Повезло просто мне, что мало задела. Деление оказывает помощь в ранний период инсульта. И сюда круглосуточно скоро везет больных с нашего прикрепленного участка, тем, которым нужна действительно помощь в острый период. Которым, возможно, понадобится тромболизис, и мы его здесь проведем. А уже в поздние сроки они идут в другие отделения на долечивание, если они требуют стационарной помощи, либо домой. Руководитель больницы рада возобновлению чистой неврологической помощи. Говорит, все убедились, пандемия вещь непростая, и тяжелых пациентов стало больше. Неврологи оказались снова нужны здесь, в главном ковидном госпитале края. Правда, два врача отделения ушли в красную зону, и сюда они, конечно, не проходят. Частоту крыла обеспечивают и при приеме пациентов. Мы их тестируем в приемном покое. Экспресс-диагностика проходит. Больные с температурой, они сразу направляются в ковидном участке в госпитале с подозрением на инфекцию, где проходит дальнейшее лечение, где также есть невролог и условия для лечения таких больных. По заверению руководителя больницы, неврологию вряд ли вновь отдадут под ковид. Уж слишком много пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, которым тоже требуется стационарное лечение. Анастасия Дороган, Александр Антропов, День с толком. К другим темам. Пока не знаем, будет ли предстоящая зима суровой, но жителям нескольких улиц села Первомайска придется встречать ее с несколькими тоннами угля, дров и печными хлопотами. Несмотря на то, что пять лет назад они сдали больше миллиона рублей на проектирование газопровода, до сих пор не увидели даже проекта. Почем сегодня топливо для народа, узнавал Андрей Дреер. Ну, 30 метров у меня надо прочистить зимой снег. Снег вот так это будет по коленам. Открываю двери. Захожу, набираю вот здесь, дрова набираю. Потом Виктор Палыч, а ему 72, идет за углем и постоянно следит за температурой. Это жизнь с печкой. Газопровод в селе так и не появился, хотя деньги на проектирование пенсионер сдал еще в 2016 году. Сдала их и Наталья Горицына, мама трех детей, один из которых с ограниченными возможностями. То есть, когда мы оба отсутствуем, у меня оба старших детей находятся дома с печным отоплением. Вы можете представить, насколько все это страшно? Природный газ должен был появиться в домах жителей Первомайского еще в прошлом году. По крайней мере, так им обещали в 2015-м. В 2016-м около 300 домов сдали по 5800 рублей на проектирование. Проект газопровода компания ООО «Доминионы» должна была подготовить к 2018 году, а сдала только в нынешнем. Меня возмущает одно. В 2018-м году, с 2018 года, а сегодня 2021 год. То есть, три года прошло и никаких сдвигов не было. Я, например, считаю, если даже до минимума что-то неправильно было сделано, значит, администрация должна быть расторгнуть договор, подать исковые заявления и заключить договор с другой организацией. Этого до сих пор не сделано. Как нам сказали в администрации Первомайского района, вопросы были и к качеству работы подрядчика. Проект в таком виде не могут принять. Скорее всего, подадут на ООО «Доминионы» в суд, чтобы расторгнуть договор и получить неустойку. А будет ли новый тендер? Вопрос. По новому тендеру жители-то не все деньги собрали. Они тоже красавчики. Договор был, что жители собирают деньги, сдают их на счет администрации района. Администрация района выступает заказчиком при проектировании объекта. Вот, с последующим опытом строительства. Жители деньги сдали не все. У представителей нынешней администрации вопрос еще и к представителям предыдущей. Почему, если жители сдали не все деньги, чиновники вообще заключали договор? В 2016-м от жителей Первомайского поступило миллион сто тысяч. В 2017-м – шестьдесят тысяч. Около 318-м – пятнадцать тысяч. В 2019-м – почти все деньги были перечислены проектировщику. Вопрос. А где для жителей просвет? Деньги они сдали. Но если их было мало и пять лет назад, то как им получить газопровод при нынешних ценах? Чиновники говорят, если исправить ошибки неудачного проекта, все получится. А подрядчик должен сделать это бесплатно, по своей воле или по решению суда. Жители ждут. Кстати, например, сосед Виктора Павловича сдал деньги, но не дождался. Андрей Дреяр, Александр Антропов. День с толком. Накануне в День памяти и скорби в Барнауле выложили огненную картину войны из десяти тысяч свечей. Акция прошла по всей России, Алтай не стал исключением. Местом проведения выбрали мемориал славы. За несколько часов алтайские единороссы вместе с волонтерами повторили скульптурную группу «Прощание» – мать, которая провожает сына на фронт. Экспозиция была дополнена символом трудового Барнаула – патроном. К слову, на создание картины потребовалось пять часов и порядка десяти тысяч свечей. Как отметили организаторы, акции хотели сформировать у молодого поколения гордость за родину, уважение к истории и культуре. К памятному мероприятию присоединились депутаты, волонтеры, члены молодежных парламентов и представители военно-патриотических клубов. Миллиардные договоры, цифровые технологии, породистые жеребцы – традиционная картина дня сибирского поля. Но в этот раз и погода впервые пасмурная, и инвестиционные проекты весомее прежних. Как прошла аграрная выставка на этот раз в нашем сюжете. «Сеем, веем, посеваем и повышаем производительность сельхозпредприятий» – такой простой слоган. Можно было бы придумать для очередного уже традиционного дня поля. 275 предприятий приехали показать достижения науки и техники и позаключать договоры. Вот, например, разработка алтайского предприятия «Щит». Управление насосом используют и для орошения, и для подачи воды в дома. Он может стать спасением, например, для многочисленных алтайских сел, в которых водоснабжение – проблема. При обрушении башен, которые у нас по весне довольно-таки часто происходят в регионах, позволяет в течение трех-четырех часов возобновить водоподачу в населенных пунктах. С помощью частотного преобразователя, пидрегулирования, настраивается давление и поддерживается одно и то же давление во всей сети водоснабжения. О своих новинках могли рассказать почти на каждом стенде. Высокие технологии и цифровизация – главная тема этого дня поля. Но без классики не обойтись. Вот крепкая классика – Хеннесси. Кобылу так зовут. Это наша гордость, гордость отечественной селекционной школы. Это орловская русистая порода лошадей. Это первая порода, одна из первых пород, которая вообще выведена в России. Но сейчас это ипподромная лошадь. То есть это лошади, данную породу разводят для ипподрома. Копытные приковали внимание уже крупного бизнеса. Сфера пахнет серьезными инвестициями. Губернатор рассказал, что федеральное предприятие построит в Заринском районе животноводческий комплекс на 3000 коров за 5 миллиардов рублей. Это и работа, это и налоги, это производство, это обеспечение, ну, как обещают инвесторы, высококачественным молоком наших переработчиков. И, естественно, все меры государственной поддержки, при условии, чтобы выполняться все требования работы сельхозтоваропроизводителя, будут, конечно, предоставлены. Поэтому это большая, хорошая новость для Заринского района, ну и для края, думаю, в целом. Кроме того, по оценкам организаторов, сумма прочих заключенных соглашений составила еще 3 миллиарда. Так что день поля выдался урожайным. А представитель федерального Минсельхоза пообещал, страна будет поддерживать темпы роста сельского хозяйства в регионе. Видя тот рост уровней технологий, селекции семеноводства, которые сегодня наблюдаются в Алтайском крае, мы оцениваем перспективы данной отрасли очень высоко. И совместно с регионом будем и дальше разрабатывать меры государственной поддержки, которые позволили бы закрепить те тенденции развития производства продукции растеневодства, которые сегодня имеются. А тенденция развития дня поля сохраняется традиционно. Уникальный исключительно алтайский симбиоз светского раута на земле и сельхозвыставки себе не изменяет. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Скоро в Барнауле появится зооцентр. Приют «Ласка» получил грант в 3 миллиона рублей. Их планируют потратить на обустройство центра. Сейчас в приюте находится более 600 собак, и почти половина из них вынуждена жить на улице. По словам руководства «Ласки», скоро все изменится. Подробности у Артема Гусельникова. Сейчас на этом месте площадка для тренировки собак, но уже совсем скоро здесь появятся беседки, лавочки, навесы и другие удобства. Но уже для людей. Приют «Ласка» выиграл президентский грант и планируют построить на своей территории зооцентр. «Ласка» получит от государства почти 3 миллиона рублей. Еще два поступят в бюджет приюта от инвесторов и спонсоров. Эти деньги планируют потратить не только на создание инфраструктуры для посетителей, но и на улучшение качества жизни более чем 300 собак. Мы планируем обустроить уличную зону содержания собак и вот эту выгулочную зону, для того, чтобы там было приятно, удобно и комфортно находиться и животным, и людям. Наша задача как-то зонировать территорию приюта, улучшить условия содержания собак, чтобы туда люди приходили и им можно было нормально пройти. И это, говорят, в приюте скажется в первую очередь на самих животных. Сейчас нередки случаи, когда потенциальные хозяева в последний момент отказываются от собаки. Далеко не каждый готов посадить в машину животное, которое только что лежало в грязи. Другой важный фактор – социализация питомцев. Они не есть, просят. Они просят общения, хотят гулять. Они знают, что приходит человек, значит, будет прогулка. Прогулка для них – это самое важное, самое ценное сегодня, что за ним произойдет. Собаки всегда рады, всегда ждут людей. Хочется, чтобы было и удобно, и комфортно использовать для дела. И чем больше людей с этой собакой гуляют и общаются, тем больше она социализирована, тем больше шансов у нее попасть домой. В итоге в Плюсе будут все. И посетители приюта, и его обитатели получат недостающее им общение. Работа над обновлением ласки начнется в июле и продлится до следующего лета. А уже через год зооцентр распахнет двери для всех желающих. В эти минуты в Молодежном театре Алтая проходит вечер памяти нашего земляка Валерия Золотухина. Накануне ему исполнилось бы 80 лет. Несмотря на то, что Валерия Сергеевича нет с нами уже 8 лет, юбилей все равно состоится. Сегодня в Барнаул приехала гражданская жена артиста Ирина Линд и его сын Ваня. С ними встретилась наша съемочная группа. Его любимая женщина и рядом его полная копия – актриса Ирина Линд и сын Валерия Золотухина – Иван. Уже далеко не первый раз на Алтае. В прошлом году планы нарушила пандемия. Обычно мама и сын стараются приезжать каждый год на фестиваль на родину Золотухина в село Быстрый Исток. Приезжая сюда, ты всегда чувствуешь себя как бы немножко дома. Почему? Ну, наверное, потому что, во-первых, мне климат местный всегда напоминал климат моего детства. Я родилась в Алмате, у нас такой же резко континентальный климат. Те же запахи, тот же вкус у продуктов. Ну и, конечно, когда много лет из года в год сюда приезжаешь, то это уже становится традицией и чем-то таким нормальным и естественным, что у тебя ощущение, что ты дома. Для меня Алтай – это родина моего отца, в первую очередь. И, конечно же, место, в которое почему-то очень приятно возвращаться всегда. В этом году Валерию Золотухину могло бы исполниться 80 лет. Артист ушел из жизни весной 2013 года после тяжелой болезни. К его 80-летию в Гмилике открыли выставку с фотографиями, письмами Золотухина. Кстати, 16-летний Ваня Золотухин уже решил, что пойдет по стопам отца и уже делает первые шаги в профессии. Мне очень понравилось. Это, я думаю, непередаваемое ощущение, когда стоишь на такой большой сцене перед зрителями. Мне очень понравилось. Вечер памяти, который в эти минуты проходит в Молодежном театре Алтая имени Валерия Золотухина, включил в себя премьерный спектакль «Пой Вовка». В сценарии собраны отрывки из повести артиста, его дневниковые записи и письма. Кстати, Ирина Линд и Иван Золотухин решили задержаться на Алтае еще на несколько дней, чтобы посмотреть на места, однажды подарившие нам великого артиста. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Частный инвестор построит в поселке Новый Зори спорткомплекс с ледовой ареной и залами для боевых искусств. В будущем центре смогут заниматься дети из ближайших сел. Подробности у Андрея Дриера. В чистом поле появится ледовая арена. Инициатор и спонсор строительства депутата КЗС Владимир Попов рассказал, что возвести объект планируют уже через два года. Здесь будет не только лед, но и залы для занятий единоборствами и боксом. Если через 10 лет мы увидим на экране своего чемпиона, и он будет отсюда, я думаю, что даже одного чемпиона, которого мы воспитаем, и он будет уже Алтайский край, и в целом мы получим удовлетворение. И, наверное, хороший результат той работы, которую мы вот сейчас начинаем. В строительство будет вложено 300 миллионов рублей. Проект уже на стадии завершения. А когда комплекс будет готов, он сможет принимать ребят из новых Зорь, Черемного, Комсомольского, Шахов, поселков Новый и Лесной. А это примерно 30 тысяч жителей. И, кстати, среди них проект встречает одобрение. Конечно, ждем. Это очень хорошее дело. Дети будут маленько заняты. Открытие здесь спортивного клуба было бы просто замечательным, потому что это была бы возможность ребенку ходить и профессионально заниматься. Плюс у меня второму ребенку 7 лет, который с данным моментом не занимается спортом. Ну как, тоже любительский все это, да, потому что возить в город возможности особо нет. Если бы здесь появился такой спортивный комплекс, мы были бы безумно благодарны. Часть земляных работ уже проведена. Через два года должна появиться полноценная спортшкола не только с отличной материальной, но и с качественной кадровой базой. Нам рассказали, что ведутся переговоры и с тренерами, которые готовы взяться за системную работу с детьми и воспитание будущих чемпионов. Артем Гусельников, Андрей Дреер, Андрей Печоркин. День с толком. У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях, Инстаграм, Вконтакте, Фейсбуке. Подписывайтесь на нас. До встречи в эфире.